Буквально в середине этого месяца в ряд законов по социальной поддержке определенных категорий граждан были приняты изменения, позволяющие шире представить возможности данных законов. Очень важным изменением в областной закон, которое произошло на территории Свердловской области, это изменение в статью номер 2 закона о ветеранах Свердловской области. Долго мы ждали это изменение. Вы знаете, что по инициативе губернатора, председателя правительства, был, так скажем, подготовлен этот закон, и он начал свою реализацию на территории Свердловской области. Но были вопросы, особенно у ветеранов, у руководителей учреждений и организаций по тем наградам, которые принимаются для назначения. Значит, очень существенное изменение произошло. Мы сейчас начинаем принимать по этим изменениям награды исполнительных органов государственной власти, то есть министерств. Это очень важно для населения. К нам обращались педагоги, учителя, другие, значит, слои населения, которые имеют грамоты министерств Свердловской области. Раньше мы эти грамоты не принимали, сейчас данные грамоты мы принимаем для того, чтобы назначить звание ветеран Свердловской области. Это очень существенно. Изменения вступают в силу с 26.07. И существенные здесь еще изменения произошли. Много было обращений, что вручались грамоты просто на звание грамота и почетная грамота. Вот тоже были разночтения определенные. В старой редакции закона была почетная грамота, сейчас внесли изменения. Например, почетная грамота или грамота главы администрации Свердловской области. Почетная грамота или грамота обл. полкома Свердловской области. И еще существенные изменения. У нас есть такая категория педагогов и медиков, которые раньше получают пенсию по выслуге лет. Если в старой редакции закона присвоение звания ветеран труда было только до достижения пенсионного возраста, это 60 лет мужчины и 55 лет женщины, то сейчас сделали, ну так скажем, послабление при выработке стажа у мужчин 35 лет, но не достижение пенсионного возраста его работы. А у женщин 30 лет может уже человек получить звание ветеран труда. Не менее существенные изменения коснулось и областного закона о защите прав ребенка. У нас есть категория детей, оставшиеся без попечения родителей, детей-сирот. Правительство идет все на более расширение пакет социальных каких-то льгот для данной категории граждан. И сейчас новая дополнительная мера социальной поддержки введена. Данная категория ребят, это касается, конечно, ребят, парней, уходя в армию, за них государство будет платить за содержание жилья и коммунальные услуги. То есть они освобождаются от оплаты за коммунальные услуги и содержание жилья. Тоже вошло изменение. С 1.09. вступает данный закон, силу, областной закон номер 68 ОЗ. Следующим существенным изменением, которое произошло в законодательстве, появилась еще одна льготная категория граждан, которая имеет право на льготное получение мест в детских дошкольных учреждениях. Данная категория граждан, это многодетные матери, многодетные семьи. Значит, данный закон вступает с 1.01.2012 года, то есть с 1.01.2012 года. То есть все семьи, которые имеют трех и более детей, входят сейчас в льготный список на получение мест в дошкольных учреждениях. Управление образования об этом я уже сообщил. Значит, они должны изучить этот закон и применять его с 1.01.2012 года. Также социальную поддержку, согласно нововведению в еще один областной закон, может получить член семьи умершего участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Меры социальной поддержки по областному закону были незначительные. Вот сейчас будет выплата производиться тоже с 1.12.2012 года. Каждому члену семьи 2.5 тысячи единовременно будет осуществляться выплата. И эту выплату, естественно, будем производить мы. С 19 июля этого года в действии выступает еще одно изменение, касающееся социальной поддержки одинокопроживающих, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Будем производить выплаты на ремонт жилья для одинокопроживающих, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Значит, только те, той категории, которая проживает одиноко и проживает в доме. А вот с 1 января 2012 года это единовременное пособие будет выплачиваться всем ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам Великой Отечественной войны, проживающих в жилых помещениях. Еще раз подчеркиваю, вот сейчас с 19.07 будет именно данная категория, единовременная выплата с существенностью 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей. У нас, конечно, возникли тут вопросы, ну пусть ветераны воспользуются этой выплатой. Мы с органами местного управления, естественно, мониторинг будем вести, что обратной связи не будет. Мы перечислим эти деньги ветеранам, а уже куда не использовали, это не забота государства и органов местного управления. На ремонт, еще на какие-то вещи, но мы должны потом учитывать, когда к нам ветераны будут обращаться по ремонтам, в том числе, они часто обращаются к нам, часто обращаются, мы должны будем отслеживать. А получил человек единовременную выплату, он, в принципе, должен по целевому назначению ее использовать. В Свердловской области дополнительно вводится еще одна социальная поддержка в добавлении к федеральной. Сейчас готовятся изменения в законодательство, и вы, наверное, уже сегодня слышали, и в интернете есть, по дополнительному материнскому капиталу. Это очень существенно. По поручению президента, губернатор Свердловской области дал поручение Министерства социальной защиты населения, разработаны нормативные документы. Сейчас эти нормативные документы ушли в законодательное собрание Свердловской области. Материнский капитал будет выплачиваться родителям, у которых появился на свет третий и последующий ребенок. Это материнский капитал Свердловской области. Этот материнский капитал будет выплачиваться дополнительно, подчеркиваю, федеральному капиталу, который остается по указу президента Российской Федерации. 100 тысяч рублей будет эта выплата производиться, и она начнется с 2012 года. Изменения претерпели и документы, касающиеся награды Совета Любовь. Поэтому я приглашаю население обращаться к нам, тоже в пятый кабинет. Там уже Елена Александровна Томилина занимается этим вопросом. 2, 52, 66 – это категория людей, супругов, которые прожили 50 более лет вместе, и у которых есть дети, и у детей есть какая-то награда. Обращаю внимание населения. Не надо зацикливаться, что награда должна быть в виде какого-то ордена, медали или грамоты. Вот мы принимаем сейчас и рассматриваем любые награды. Даже в трудовой книжке нам можно найти благодарности, можно найти премию с предприятия и так далее. Поэтому тоже в рабочем порядке мы рассматриваем вот эти все обстоятельства и принимаем конкретные решения по каждому делу. Ну и вот в продолжении вот этой темы ежегодно на территории Артемовского городского округа одна из семей представляется управлением социальной защиты населения администрации АГО на награду за любовь и верность. Такая медаль сейчас есть замечательная, и эта медаль вручается по ходатайству данных органов и принимает решение о награждении этой медали Организационный комитет по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации. В этом году мы обратились к главе, значит, они определились здесь на территории, и была представлена к награждению вот этой медали за любовь и верность семья Силковых. И вот у нас пришла эта награда Силков Александра Николаевича и Силковой Ольге Андреевне. Значит, эта награда вручается семье, которая с благородством пронесла через сложные периоды российской истории любовь, верность и вырастила благополучных детей. Все уточнения и разъяснения по всем изменениям в областном законодательстве в части социальной поддержки населения можно получить в Управлении социальной защиты населения Артемовского городского округа. Продолжение следует...